Всем доброго утра! Я провожаю деток. Привет! Пятница сегодня, да. У нас там плюс два, но Антошка решил взять перчатки, Гришкин. Пока, сыночек. Доброго утра всем. Все, я уже переоделась, заправила постель. Гришка еще спит. Потому что кубановедение нужно только... Нет, да, кубановедение сегодня. Я его все время с окружающим миром путаю. В общем, кубановедение нужно только почитать и все. Поэтому даю мне поспать. А сейчас без пятнадцати девять. Наверное, часов девять, может быть, даже в полдесятого пойду его будить. А пока приберусь на кухню. Потому что вчера, как всегда, с пряниками очень поздно закончила. Пофоткаю пряники. Вот, поэтому я прям сейчас балдею от новогодних пряников. Вот, прям попробуйте сделать. Пряники дома и точно новогоднее настроение появится. У меня, если честно, оно очень появляется. Еще пробовала же делать пряник с печатью на вафельной бумаге. Сейчас покажу, что получилось. Так, вот, прянички высохли. Раскраски нужно доделать краску. В раскраске нужно доделать краску. А вот этот пряничек, который с вафельной печатью. Также, я думаю, что можно... Ну, то есть, с ним ничего не произошло. Я, с сожалению, говорю, сегодня мы будем его пробовать кушать. Но с самой печатью, видите, ничего не произошло. Ее не покоробило. Она никак не смылась, не стерлась, не поблекла. Ее не размылось. В общем, хорошо она на айсинге держится. Так что, вафельная бумага... Ну, это именно вафельная. Есть еще такой тонкий слой мастики, называется сахарная бумага. Вот это именно вафельная. У нас стоит А4 150 рублей расчетать. По-моему, 300 рублей на сахарной бумаге. То есть, на мастике 300 рублей. Вот эти я с них балдею. Вообще, что снеговички, что вот эти перчаточки, они мне очень нравятся. Ну, наконец-то проснулся этот мальчик. А что ты не понял, что ты сказал? Да, так я не понял. Ты уроки не понял? Не, я забыл, что там задавали. Там дневники-то не написано. А что-то задавали? Ну, да. Там лист задавали, но я помню, что это пересказ. Ну, будем сейчас искать. Так, купила я сыр. Я пока была в магазине, купила капусту. Сейчас будем готовить борщ. Вот такой вот капусту. Телячью или говяжью. Я не помню, какая это колбаса. В общем, она тут без опознавательных знаков. Ну, вот. Два десятка яиц. Сметану к борщу. Я же говорил, я сыном не ерунду. Вот, я заметила. Сливочное масло вот такое вот кубанских ударов. Так, сахарную пудрук. И, бадон. Лишь это все тебе. Давай я порежу еще. Так, сварила я баранину. Вот такие три кусочка косточки. На косточке такое мясо. Вот, будет сегодня борщ из баранины. Картошку первую закинула. Так что, жду пока закипит. Немножко присолила. Процедила, естественно, бульон. Потому что не снимала пенку. Тут вот куча-куча лохмотий. И он обалденно пахнет. Вот, честно. Все-таки в баранине, в баранине главная порода. Вот, я не знаю, какая порода. У наших баранов была. Но он очень вкусно пахнет. Слушайте, еще мне так интересно. В комментариях под видео, где барана мы резали, написали, что мы, даже мы не едим яйца. Но я реально подумала, что вообще никто не ест. Одна наша семья как будто их ест. Вот, но загуглила. Куча рецептов и в ютюбе, и на поваренке. Поэтому все-таки это все съедобно, и не мы одни едим. И кто там не ест, попробуйте. Но я могу сказать, что баран, барану рознь. Потому что я пробовала баранину. Первый раз я пробовала баранину, которая с запахом баранины. Не все это любят. Вообще не все. И мне не понравилось первый раз. А вот эти бараны, они почему-то без вот этого явного выраженного запаха. Не знаю почему, может быть от того, что мы их кормили петрушкой. Вот, и спрашивали, кстати, выгодно, не выгодно. Знаете, если у вас есть чем кормить своим, да, и вы не будете покупать, то я думаю, что все выгодно. А если купить животное, еще и купить корма, то, конечно, это выгоды мало. Но, по крайней мере, вы на ноль даже, не знаю, выйдете ли. Но, по крайней мере, вы точно знаете, чем вы их кормите. И это не вот то вот все напичканое чем-то непонятным. То есть тут нужно уже рассматривать вот эти варианты, чем кормить. У нас была куча петрушки и укропа. Ну, в общем, все зелени, травы. Поэтому ни грамма комбикорма. В общем, вот таких вот кормов у нас бараны не видели. А они ели только траву. Но жирок у них все же есть. То есть они не прям постные. Не постное мясо без жира. Но оно не жирнючее. В общем, мне они нравятся, барашки. Поэтому мы их уже второй год держим. И все прекрасно. Ну, кто вегетарианец, естественно, тот этого не поймет. Что же тут прекрасно, убивать животное. Я не смотрю, как это делают. Вот. Я сама не могла бы этого сделать. Даже курицу бы зарезать не смогла. Так. Значит, продолжаем готовить больше. Осталось морковку, лук, свеклу, капусту и томатную пасту. Или томат. Сейчас посмотрю, что там у меня есть в холодильнике. Так, Григория накормили. Ты поел, сына? А, ты еще доедаешь? Что тебе борь с бараниной нормально? Ну, Гриш, это мясо, естественно, не ест. Все, вещи наготовила. Гриш, тебя сегодня дедушка ведет. Хорошо? Все, рубашка, майка, носки, брюки. Все готово. А я сейчас буду делать пряничные платья. У меня есть вырубки, но они немного маловаты. Поэтому я делала вот такие. Вот нужно до 10 сантиметров. Сантиметра 8-9. Два из Пику. Какое больше понравится. В общем, это будут пряничные платья с названием магазина здесь внизу. Для клиентов. В общем, интернет-магазин. Да, в Инстаграм у нас останется. И поэтому такие вот будут подарочки на Новый год получать клиентов. Я, знаете, шаблоны скинула на флешку, которая в проектор вставляется. В проекторе высветила нужный размер. Размер регулируется. То есть размер платья регулируется высотой. То есть опустить, поднять. Здесь никак не регулируется. Здесь только резкость. И сейчас буду делать пряники из Пику образцы. И какой больше понравится. А у нас дождь пошел. Все с пряниками закончила. Определились с вариантом. Так что я сейчас за Гришей еду. Обалдеть. Блин, погода. Даже капюшон надела. Чтобы совсем не промокли. Сегодня пятница. Гриша себе купил. Что ты себе купил? Какой-то супер. Ну, короче, батончик. Короче, кока-колу, чипсы. Йогурт. Там еще у меня мороженое большое. Папа. И этот. Как его? Марс. И шникерс. Еще был чупа-чупс, да? Ну, его уже нет. Живы. Так, мы ужинаем борщом со сметаной. Что у нас еще здесь? Вкусненького сметана, да. Баранчика. Посмотрим у Малахова. Правда, такая гадость показывается. Иди покажи, что папа купил. Муж заподрозрил жену в измене и отрубил ей обе руки. Вы представляете? Я в шоке. Расскажи, что это такое? Снимается даже? Афоня, пойди его выкини, все. Ты его уронил, ну куда ты его, Афоня? Все, он уже плохой. Да. Мы все поужинали. Теперь Сереженечка разделывает индейку. На работе мы у него выписали, да? Как это все зарплаты? Под зарплату, да, купили. В общем, такие две огромные индейки. Будет у нас праздник. Теперь будем разделывать. У нас будет теперь это ассорти баранина с индейкой. Воробьинную лапку хотите? Лягушачья. Лягушачья. Да уж, лягушачья. Наша Рексичка кушает только индейку. Вот мы ему купили, по пакетикам поделили, будем Рексикой кормить. А нам что? Нам вот это косточки на суп, да? Ты что, косточки? Вон с курочку нам варим. Костянем. Удовольствие, да? Точно. Блин, ну бульон, конечно, пипец какой желтый. От этой индюшки. Слушай, у нас, мне кажется, мясо больше от двух индейок, от одного барана, да? Всё, это всё мне распределять? Я уже не так распределюсь. Хорошо, что дядя Лёня нам подарил такой топорик, да? Ну не нам, а тебе. Ой. Я не помню, кстати, я показывала вам или нет платья вот эти. Вот, в общем, два варианта платьев, и будут вообще третий вариант. Вот к вот этому только ещё такие с бретельками платьица. Вот, я уже их испекла, и сейчас буду их покрывать айсингом. Хотела сказать, вот такие вот бантики я делала. Это из обычной атласной ленты, вот она. Я мотала её на вилку, потому что невозможно вязать такой вот малюсенький бантик. Поэтому я всё-таки на вилку всё это мотала. Сейчас длина вот этой вот ленточки, для того, чтобы было удобно концы перекручивать, и потом, естественно, их немножечко обрезать, она 16 сантиметров. То есть я нарезала 16-сантиметровые сразу полосочки, и сейчас покажу, как я всё это скручивала. Ну что, мы делаем бантики, берём ленточку 16 сантиметров, вилку, ленточка впереди, потом как будто бы вокруг шеи затягивается. Затянулась. Теперь и посерединке вот в эту вот дырочку мы продеваем вот посерединке, да. Ой. Ещё раз. Видите, вот можно даже немножечко длиннее. Так, что мы делаем? Ленточка впереди, вокруг шеи. Вот всё, она сзади, ленточка. Видите, вот она вот сзади вылезла. И вылезла она вот сюда вот наверх. Всё, готово. Немножечко подтянуть всё. Вот эту первая у нас внизу, а вторая сверху. Мы её как бы обматываем тоже вокруг шеи. И затягиваем внутрь. Так, и теперь вот мы просто затягиваем. Прям хорошенечко затягиваем. И вуаля, снимаем, у нас получился бантик. И, естественно, потом концы мы как нужно подрежем. Просто если будет ленточка короче, то нам будет неудобно всё это крутить. Так, два бантика готовы. Давайте ещё один. Не знаю, поняли ли вы, но я поняла, наверное, даже не с первого раза. Так. Закручиваем прямо вокруг шеи и продеваем середину. Просто нужно немножечко повыше это всё делать. Продеваем середину. Не хочет продеваться. Это потому, что я на камеру делаю. Вот, вот так. Так. И теперь опять у нас вниз. Вот это сверху, снизу. И опять вверх. И опять вокруг шеи. Всё, завязываем. Вот по-другому, мне кажется, вот такие вот малюсенькие бантики вообще не затянуть. Как вы думаете? Вот такие вот бантики. Сейчас ещё три штучки сделаю. Так, одеваемся за Григорием. Только быстрее, сынуля, а то мы так можем опоздать, ладно? Там будет там долго. Будет там долго? Ну, сейчас посмотрим. Так, тебе помогать? Да. Давай. Пряники готовы. Вот такие вот платьица. Помните эту песню? Голос тут у меня на фоне просто играет. Григорий, сядь, пожалуйста, за стол. Нет, стой, сейчас я. Давай, вот, иди, парень. Вот, шаги, нау. Позди, чё, это, нет? Давай, шаги. Нет. Нет. Оу. Есть такая чё, она конец ходит пройти, и он упал. Едет! Полезай, я тебя разрешу. Сейчас зубки, сейчас зубки морозит. Угу. Мы иди мороженое. Пасы. Не надо, что-то на ленте. А у нас же сегодня праздник. Ты скажешь, или я? Сейчас, подожди, а то сейчас еще одну дырку сделаю. Дырку не надо. Так что мы будем обмывать. Здоровье. Рождение. Человеку. Хотел сказать, хоть реально. Гражданину Российской Федерации. Просто человечку. Дай бог. Ох ты, ну звук был. С дымком. Дай бог, чтоб радовал мама, радовал папу, здоровья всем. Маме, папе. Да. У нас родился Николай Степанович. Да, Николай Степанович. Маленький мальчик. Наконец-то у нас. То есть у нас еще чуть-чуть, и можно свою футбольную команду создавать. Да. Из мальчиков. Так что. Ну, наверное... Девочки будут на подтанцовке, Ленька, играть. Так что мы решили забухать. Забухать? А, может, мы что-нибудь сделаем. Еще одного мальчика? Еще одного. Леонида Сергеевича. Другого не дано. Или другого мы не умеем. Да, другого мы нас не учили. Ты не пойдешь, где вход? Я не пойму, где выход даже, сынок. Ну, наверное, кто последний, тот и не будет смотреть. Ку-ку. Ку-ку. Нет, уберет, кто последний. А первый. Ты первый? Гриша, Гриша. Пап, падай на Гришу. А Гриша пойдет спать. Вот. О-о-о. Бу-бу. Ударился? Книжки по голове? Книжки, да. Бегранитно. Я тебе учение ударила в голову. Папа, книжки выручалочки. Давайте, убирайтесь, идите уже ложитесь, стелитесь. И мы будем с папой спать. Ну, папа, палатка. Палатка? Мы тут уже спать собирались. Да? Отлично. Вы у себя там постройте и, пожалуйста, спите. Мам, мам, Афон и Антоша пошли перестраивать. Да. Так вы пойдете телевизор смотреть? Да. Так идите или идите, стройте палатки. Всю ночь? Всю ночь. Всю ночь. А можно на кухне постройте, да? А не спать? Не надо.